Здравствуйте, уважаемые зрители научно-популярного канала «Оздоровление». Я Александр Закурдаев, и сегодня мы беседуем с профессором Невым Вакином о вегетососудистой дистонии. Иван Павлович, вот как-то так сложилось, что у людей, у которых гипертония, им уделяется очень много внимания, а тем людям, у кого пониженное давление, как-то они обделены своим вниманием, и многие из них не знают, что им делать, когда у них вот бывают периоды, когда давление даже бывает ниже ста. Добрый день. Все дело в том, что у меня есть книга, которая называется «Пути избавления от болезней». Там было такое слово, которых нет, но я попросил редакторы перед печатом убрать эти, но в книге они есть. «Пути избавления от болезней», «Гипертония», «Диабет». Там я и говорю о гипотонии. Гипотония – это более тяжелое заболевание, чем гипертония. Но все дело в том, что болезнь название есть. Но это следствие, но не причина. Но вокруг этого следствия созданы институты. Созданы целых, где бы то ни было. Это сосудистые доктора, и все крутятся, вертятся. А чего? А в книге всего-навсего написано. Ну, например, «Дистония». «Дис» – это значит уменьшение, а «тония» – тонус, уменьшение тонуса. Чего? Уменьшение тонуса работы сосудов. Они как тряпочки. Но сосуды сами по себе не могут быть тряпочками. Они находятся в мышцах. Если мышца хорошо работает, она передает всю силу своих сокращений на сосуды, которые тоже начинают хорошо быть тонизированы. И не сами уже, если вы спите, во время сна там мышцы могут подергаться, но сосуды за счет давления, которое идет в сердце, они уже работают в том тонусе, который ему задан, за счет общего тонуса организма. Ну, например, вот посмотрите. Мы две трети жизни проводим в вертикальном или сидячем положении. Под тяжестью у нас кровь отливается к ногам. Но она должна оттуда подняться. Туда пришло 100, и 100 грамм должно подняться. А кто поднимает эту кровь? А там, оказывается, есть клапаны в мышцах. А клапаны встроены в вены. И там карманчик. Один наполняется, второй заполняется. И они друг другу передают вверх вот этими верочками кровь. Туда пришло 100, и хороший тонус 100 оттуда уходит. А вы все время или сидите, или на машине ездите, не занимаетесь физкультурой, и все, что находится ниже пупка, теряет вот этот тонус, ослабевает тонус, и вся нагрузка падает на сердце. Да еще вы мало пьете воды. Запомните, в крови 98% воды. И только 2% белковые, там эритроциты, там белковая часть, которые потом несут в крови необходимые вещества. Но 98% воды, если взять человека 70 килограмм, вот считайте, это 75% у вас воды. Значит, получается, воды в организме у вас 55, почти 60, ну, почти 50 литров воды. Из этих воды 25% должно быть в крови. А вы пьете всего, там, 1 литр. А на биохимию и энергетику уходит минимум 1,5 литра. Лучше 2. У вас в крови мало воды. Кровь начинает быть густой. Сердцу густой кровь нужно давить с большим усилием. Левый желудочек начинает увеличиться в размерах. Это называется гипертрофия левого желудочка. И оно давит, чтобы накормить все клетки сверху. Но кровь-то вязкая, она там застревает, тонуса в мышцах у вас нет. И там происходит застой. Вначале отеки, потом тромбовлебит, потом трофические язвы, потом гангрена, потом чего? Да все, что хотите. Инфаркт и инсульт уже тут, рядом. А здесь происходит, если там клапаны, а тут работает спазм. Я уже вам говорил в одной из передач, что туда кровь приходит, но венозная опять недостаточность. Оттуда кровь не может пойти, потому что вена пережата. Здесь тоже происходит катастрофа. И там это называется дис-то-ни-я. Я придумал одно упражнение, называется, я вам показывал. Это стойка. Или вы выходите на лестничную клетку. И та лестничная клетка, которая спускается вниз, вы должны ноги упереть в ступеньку и встать возле перил. На уровне попка вы беретесь за перил и стоите вертикально возле перил. И на вытянутой руке вы откидываете тело назад, а ноги упираются в ступеньку. И вы начинаете, сгибая колени, а голени все время в вертикальном положении. И вы приседаете, сгибая колени, ноги так, теперь бедра так, а тело так, на вытянутых руках все время вы. Во-первых, безопасно. У меня гипертоники. У меня инфарктики, которые уже по 2-3 раза были и сказали, все, если еще один раз случится, вы помрете. Они начинают потихоньку, только сразу не садитесь средней частью тела на землю. Вначале приседайте понемножку, 10-15 сантиметров, потом 20. И через месяц только вы будете полностью приседать и подниматься. Вы тренируете мышцы живота, спины, ног, клапаны, повышаете тонус. У вас отеки нету, тромбофлебита нету на фоне приема соды. А соду вы уже говорили несколько раз. И получается, что никуда не надо ходить. Гипертонии нет, гипотонии нет, инфаркта нет, инсульта нет. Чего там? Да ничего нет. И чего? А все элементарно. Все просто. Вы теперь знаете во всем мире, и сто с лишним стран слушает, смотрит. Но ради бога, поверьте мне, я прошел уже школу житейскую. Для меня знание человеческого организма так, как ни один врач не знает. Я все это даю вам, чтобы вы поняли, что от вас зависит ваше здоровье. Но самое главное, вот сознание, что вы это должны делать. За вас никто ничего делать не будет. Иван Павлович, нашим зрителям-гипотоникам мы что должны посоветовать? Мы должны им посоветовать делать такие приседания. Я, кстати, им уже показывал. Единственное, я кофе никому не советую. Но гипотоникам не очень такое. Это кофе я разрешаю послушать все эти тонусы на первое время, а потом нужно все это выбросить. Иван Павлович, а вот приседания сколько надо делать раз в течение дня? Ну, это же ваше здоровье. Ну, да. У меня гипотоники идут в магазин, поприседали. Пришли с магазина, поприседали. Дома чего-то поделали. Есть со что стойка. Или идут туда по 300-400 раз в день, в сутки. Но гипотоникам то же самое. Так, не то же самое, это единственное первое лекарство. Мы же для гипотоник, сейчас рассказываю. Конечно. Вот, значит, гипотоникам, 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 любых больных. Нужно, чтобы сосудистой системы кровь у вас работали. Пришло-ушло, пришло-ушло. Любое заболевание начинается из-за 100 лет. А там болото. А в болоте боится черти, вот эти паразиты. Ну, да, да, да. Понятный вопрос. Значит, вот это, можно сказать, основная рекомендация. А все остальные рекомендации, которые касаются потребления воды, питания, очищения организма, мы уже об этом рассказывали. То есть, все это тоже надо делать. Да. Правильно я понимаю. Да, причем это за полмесяца, за месяц вы все усвоите. И у вас время фактически не будет тратиться в пустую. Вы будете думать о том, как сохранить здоровье. Но, повторяю, вы пришли в гости, а там на столе есть все, что угодно. Мне один священник сказал, Иван Павлович, хозяйку обижать не надо, вот кушайте. Я один раз был, вот так, пост идет. Я говорю, пост идет, отец Марк. Он говорит, Иван Павлович, а вы три раза эту пищу окстите, то есть перекрасите. И Бог вам просит, я задаю вопрос. У вас, у многих священников, животы больше, чем грудь. Не поэтому ли? Мой священник улыбнулся, ничего не сказал. Так что я вам даю один совет. Окстите, покушайте. Но потом немножко попаститесь. Ну, Иван Павлович, ну, каждый же день, наверное, в гости не надо ходить? Ну, я имею в виду свадьбы, праздники там, там, святого какое-нибудь. А то же вы знаете, у нас люди такие, что скажут, а вот у нас праздник каждый день. Конечно. Ну, вот, то есть это как исключение. Да, они правят. Понятный, Иван Павлович. Спасибо за рекомендации. Но будем стараться ими следовать этим рекомендациям. И такие проблемы будем надеяться, что у наших зрителей пройдут. Спасибо за внимание. До свидания. В том числе. До свидания. Всего доброго вам. Субтитры сделал DimaTorzok